Шестиклассник Артем Плужников и пятиклассник Егор Горошко занимаются робототехникой два года. В команде один отвечает за механику, другой за программирование. При этом они могут заменить друг друга, если того потребует ситуация. В будущем это множество возможностей, так как робототехника уже востребована очень. В будущем она очень пригодится. Любой человек, занимающийся робототехникой, он может стать и мехатроником, и программистом, и инженером. Путь на чемпионат профессионалы будущего у ребят был непростой. В прошлом году они не попали на него, но не опустили руки, а принялись усердно трудиться. И результат не заставил долго ждать. На региональном этапе, который проходил в Центре технического творчества, Егор и Артем набрали 96 баллов из 100 возможных. Поездку в Москву на масштабные соревнования по методике Junior Skills оплатил областной департамент образования и науки. Мы находимся на 10-м всероссийском психологическом фестивале. Этот фестиваль объединился в два крупных конкурса предыдущих лет. Это Робофест и Профест. Junior Skills – это программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников. Была инициирована в 2014 году фондом Олега Терипаска «Вольное дело» и получила поддержку на уровне президента. Через год по поручению Владимира Путина чемпионаты Junior Skills включили в стратегическую инициативу новая модель системы дополнительного образования детей. В этом году чемпионат проходил на ВДНХ. Всего в нем участвовали 450 подростков из 26 регионов России. Артем Плужников и Егор Горошко соревновались в компетенции «Мобильная робототехника 14+.» В наше задание было робот-ликвидатор должен выехать с базы, взять кубик и разгрузить его в нужную зону. Школьники признались, чемпионат стал для них серьезным испытанием. Контакт с наставником был полностью исключен. До последнего момента мальчишки не знали задания. А судьи оценивали не только умение составить программу, заставить робота выполнить определенные функции, но и социальные навыки, работу в команде, умение убеждать, находить подход к людям. К слову, миссия у брянского робота была экологическая. Результат – четвертое место. Учитывая, что ребята занимаются робототехникой всего около полутора лет, это колоссальный результат. Мы считаем, что это победа для ребят прежде всего, потому что они достойны этого, они много работали. И у них прежде всего все это еще впереди. В будущем году школьники постараются попасть в призовую тройку. А это значит, что впереди оттачивание мастерства в родной лиге роботов, где уже подрастает новое поколение робототехников. Екатерина Карманова, Анатолий Чикрыгин, События Брянск.